Привет зритель! На днях я заказывала в Азон виноградный сахар Вообще я такой сахарно-кусковой, пол такой прозрачный Интересного цвета видела в Ашане несколько лет назад И в прошлом году, и в этом году Но что-то как-то меня стабильно душила жаба И тут увидела на Азоне У меня на карте Азоновской было определенное количество баллов и монетка Я думаю, вот, сейчас я спишу эти баллы И мне будет, еще монетка останется Хрен! Монетка списалась, баллы нет Потом я узнала, что минимальное количество баллов, которые можно списать за заказ единоразовый, это 50 А у меня было 29 с хвостиком Ну там с какими-то кофейками, скажем так 29 чего-то там 65 баллов мне будет доступно К этим 29 уже где-то Ну там, короче, числа 7 августа мне будет доступно А сегодня у нас второй еще Хотя уже 3, по идее, в принципе, так-то уже По времени уже 3 августа Сейчас ночью Я только вот сейчас созрела снять ролик Хотя в субботу еще забрала заказ 1 августа Короче говоря, у меня 7 августа плюс 50 баллов будет доступно И 13 августа еще плюс 15 за этот заказ Короче говоря, копить мне баллы пока надо Ибо потратить их никак Ну заказала я за 300 ровно рублей виноградный сахар Он доставился, значит, на пункт выдачи озон, который у нас сейчас на Ростовской Мне выдали пакетик Там другая девочка была Там внутри этого пакетика коробочка Меня спросили, как бы я пришла Раньше жена была паспорт притаскивать туда Думала, блин, паспорт, дождик пойдет Как я его куда уберу? Я сумочкой обычно ехала на велике Ну, потом вспомнила, что паспорт не нужен Нужен только штрих-код, если у вас есть приложение Допустим, там может еще что-то нужно Но я по приложению с телефона Телефон у меня сейчас сзади камера на компе На столе для компа И на телефоне я периодически ставлю это приложение Потом удаляю, потому что там много этого Пушапов этих идет Пушу этих уведомлений С кучей, я называю это спам Ну, короче, с рекламными всякими акциями Меня это напрягает, я удаляю это приложение Но суть такая, что Показал штрих-код на приложении Отсканировали и вам выдали заказ Мне выдали коробочку Сказали, будете проверять? Я говорю, давайте проверим Ну, как бы советуется проверять Мне никогда еще брака не приходило Не было таких вот проблем, что там что-то не доложили Или еще что-то Ну, мало ли чего Проверил И борщ, и все оружие В общем, как бы они сами предлагают проверять В смысле советуют этот Азон Что мало ли чего, какой недочет И обычно, как бы открываешь сам Но тут мне ее открыли Показали, я увидела Все на месте После чего мне Так это, соединили пакетик Сказали, возьмите пакетик Ну, я взяла пакетик У меня очередной пакетик с Азоном Как раз под размер коробочки Ну, в принципе, он бы мне пригодился Потому что Та сумочка, с которой я ездила В нее эта коробочка не влезла бы А в велик Ложить просто А я еще под дождем ехала Такая лисия свайба Ну, или Как в аниме называют это Или по-русски Грибной дождь Туда и обратно И я еще что-то без дождевика ехала Коробочка бы намокла Поэтому пакетик был очень в тему И вот у меня очередной пакетик с Азона Онлайн-магазин Азон Тут коробочка Кверх ногами Тут у нас Без всяких, в принципе, упаковок Я тогда что-то быстро гляну Так Не особо смотрела Просто коробочка пустая Вход ее может подрать Но я сегодня генерально выбиралась И мне бы не хотелось Чтобы он снова мусорил Поэтому она у меня куда-нибудь уберется И будет под бумажный мусор Для сада Фирма Миксэм Декстоза Виноградный сахар 100% натуральный продукт Чистая глюкоза Тут еще что-то Еще что-то На сайте это написано Это можно почитать Но тут у нас наклейка Азона 1 килограмм Декстоза 300 рублей за 1 килограмм На кусковой сахар Это такой полупрозрачный Хотела сказать Полустеклянный По виду Как стеклянный Такой полупрозрачный Кусковой сахар Виноградный В Ашане Он чуть дороже Был 300 с чем-то Мне всегда как-то жаба душила Тут у нас Вес нет-то килограмм Упаковка Дата упаковки 5 мая Срок годности 2 года Текстоза Виноградный сахар В скобочках Наклейка Азона ОСН И цифры какие-то Годен до 5 Соответственно до мая 22 года Хранить в сухом прохладном месте Применение в производстве диетического питания В производстве кондитерских изделий Хлебобулочных изделий Я в принципе для десертов хотела его взять Ну и просто как бы попробовать Я считала, что он менее сладкий Чем свекличный Или тростниковый сахар У меня уже есть вариация сахара Это сахар кокосовой паймы Который я подозреваю, что уже обозревала Но я его как бы конкретно так В десерты не ложила Куда-то добавляла Даже как-то может в чай добавляла Немножко в кашу Еще что-то Но вот что-то такое конкретное Я с ним еще не готовила Так, чтобы уж конкретно было задумано А не так, тяп-ляп Вот планирую приготовить шоколад Кокосовое Ой, пардон, не кокосовое масло Потому что я уже подняла Что кокосовое масло в шоколад Если добавлять, то как-то вот Что рафинированное Очень чуется Вот оно ощущение такое Схожее, допустим, с пальмовым маслом Ну, не такое поганое Но просто ощущение лишнего масла Не рафинированное Просто ощущение этого кокоса И я, наверное, не из тех любителей кокоса Который везде из всех дырок торчит Да И хочу масло какао Какао масло Масса тертая Ну, в общем, какао тертая Какао масло И вот уже хоть добавить виноградный сахар Может, сейчас пришла идея Может, добавить кокосовый сахар Вместе с виноградом 50 на 50 Короче, еще Используется в производстве безалкогольных напитков В производстве молочных продуктов И мороженого Сделано в России Слушайте, внезапно в Твери В Твери сделано Тверская область, город Тверь Офигеть Вот он такой Мелк Он, слушайте Он похож даже на сахарную пудру Я, в принципе, в состоянии делать сахарную пудру Сама у меня есть кофемолка Бошевская Которую я давно уже так прилично как покупала Не помню до видеороликов Или уже во время снятия Ну, уже когда у меня это хобби как стало Ну, я тут как-то купила Ошановскую каждый день Сахарную пудру Где в составе чисто свекличный сахар Ну, изначально был как сахарная пудра Из свекличного сахара А тут вот мелкий помол Я читала в каментах Но тут, по-моему, вообще-то Сахарная пудра такая конкретная Единственное, что я сейчас понимаю Что это вот упаковка Это, ну, бывает, что упакована В какой-нибудь там упаковка Салфанчик, да И еще поверх, еще в какую-то хрень Но это именно такая упаковка Это вот такой плотный салфанчик Надо будет придумать, куда его пересыпать Я долго думала, стоит ли делать обзор Из одного продукта Вот, чтобы этикетку было видно Тем, кто смотрит меня с телефона, допустим А экран малюсенький И хочется эту этикетку рассмотреть И вдруг внезапно плохо видно Короче, я думала обозреть его Не обозреть, зафоткать, скинуть на страницу канала Или зафоткать просто в инстаграм То подумала, что может быть кто-то Ищет виноградный сахар Но по какой-то случайности Не может купить Или даже не знает, что его можно найти На озон На озон уже у этой же фирмы Можно было купить за 209 рублей полкило Или же вот за 300 рублей вот этот вот килограмм Но я считаю, что килограмм, соответственно Дешевле выходил Ну что, смотрите По 209 рублей Два по полкило Это если два пакета по полкило брать Это 418 будет А тут 300 рублей и килограмм уже готовый И других фирм я не видела На Вальберис я искала чисто до сравнения цен Прежде чем делать заказ Но я не нашла такой сахара Я вообще не нашла виноградный сахар Там был какой-то как бы жидкий экстракт Или какая-то типа легкая нетающая пудра Но я состав посмотрела Там виноградного винограда Или виноградного сахара вообще в помине Не было одно название Еще узнала, что есть значит дынный сахар И ретрит какой-то Но в составе дыни тоже нет Это просто одно название Мне что-то так интересно стало Сколько бывает еще сахаров Помимо тростникового, свекличного Вот виноградного И внезапно сахара Кокосовой пальмы Так что если вы вдруг знаете еще какие-то сахара Дайте знать Натуральные сахара Ну фруктозу я знаю Я как-то было дело Покупала пару раз фруктозу Добавляла Ну потребляла вместо сахара Там часть фруктозы пила В основном я делала варенье У меня даже варенье в принципе Я читала, что на фруктозе варенье не сахарится Я люблю сахарное варенье Я вообще люблю варенье Но вот на фруктозе оно действительно у меня не сахарилось Ну тут конечно мало этого килограмма Чтобы допустим какое-то варенье сварить Обычно же литр на литр Ну килограмм на килограмм Один к одному Если только совсем чуть-чуть Но я думаю, что я его все-таки буду добавлять в какие-нибудь десерты Может попробую чаю попить, снимать пару раз Как бы я не пью сладкий чай, крайне редко сахар ем Но вот иногда надо какие-то десерты Мороженое это если допустим варить сначала сгущенку Ну сгущенное молоко в той же медленоварке И добавить этот сахар А потом уже смешивать со сливками Тут калорийность не написано Но Я даже не знаю какой-то химический индекс Я про него вообще как бы не загонялась Но читала, что допустим У сахара кокосовой пальмы он ниже, чем у обычного сахара Ну мне это как бы и не надо Но слушайте Такой увесистый хороший пакетик В общем если вас вдруг тянет на какие-то пищевые эксперименты Как меня Либо же ищите что-то такое Ну замену свекличному либо тростниковому сахару Хочется чего-то такого Замена какой-то сладости То знаете на озон можно купить декстозу Виноградный сахар И декстоза это внезапно именно виноградный сахар Всем спасибо за просмотр Всем пока